всем привет дорогие друзья в этом коротком видео я хочу сказать что компания опасная бритва rf сейчас очень 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 большая распродажа начиная с 9 по 20 число скидки доходят аж до 72 процентов я сам видел своими глазами плюс ко всему у них открылся новый раздел для подписчиков рассылки этого магазина опасная бритва rf в этом разделе всегда можно что-то найти несколько дешевле чем во всех остальных местах все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео все кому что то интересно на эту тему всегда можете пройти по этим ссылкам и посмотреть возможно что-то и для себя найдете всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритвенные около бритвенные новости во первых строках своего сообщения хочу сказать павел захаров паш 19 число я помню не подведу все будет как договорились второе есть вопрос от эндрю по крышке он написал его видео про тайгу и все его сообщение сводилось к тому что викторич мол так и так вот смотри вот если еще крышка будет так это вообще станок все закроет и там будет прям для всех для всех для всех эндрю я думал об этом и ребята тоже говорили уже об этом и дмитрий уроборос об этом говорил но смысл в чем когда еще станок не испытывали туда была такая мысль если тайга будет такая же мягкая как и старт то сделав дополнительную крышку на тайгу уже можно будет повысить агрессивность и тогда этот станок на самом деле закрыл бы все позиции по идее то ну не то чтобы идеальный но куда-то туда уже стремился бы и да он закрывал бы все эти позиции но это было до испытаний тайги а сейчас же после того как я эту тайгу испытал ребята я вот сам на своей шкуре почувствовал что до тайга бреет хорошо да тайга бреет мягко но не так мягко как старт она бреет как старт с узкой крышкой вот с моей колокольной с моей точки зрения старт с обычной с базовой своей крышкой 18 9 тот самый старт который все знают он кардинально меняется если мы на него ставим крышку 18 6 в нем появляется вот та остринка то перчинка то зубинка то вот это вот штучка вот какая-то контрастность которую многие хотят ну как многие некоторые хотят но как с их точки зрения нет старте ни для кого не секрет что ошеломительный успех 1 18 это да это все здорово это хорошо но 0 9 0 89 для тех самых людей которые хотят вот этой остринки зубинки вот 41 головы вот этой вот вух вот этой пониженного комфорта для них 0 9 0 69 закрыты они для них слишком мягкий а вот поставив эту крышку на 18 6 они ее получают так вот если я правильно тебя понял ты хочешь делать то же самое для тайги но с моей колокольни тайга уже бреется этой перчинкой остринкой изюминкой понимаешь поэтому ну давай не будем опираться только на мои ощущения сейчас вот еще и вадим испытывает станок он свои впечатления уже вот выкладывает на биби шейве плюс ко всему уже станок поехал куроборосу да не один а целых два это помимо закрытого варианта еще и открытый опенкомп и вот он сейчас начнется это испытывать он своими впечатлениями поделится плюс ко всему чтобы два раза с дивана не вставать и чтоб понять что да как я ему и крышки еще заслал не только 18 6 на 18 4 и вот это он тоже будет испытывать так как старт у него есть и вот это мы все будем сравнивать все будем смотреть на сегодняшний день крышки такие сделанные вернее заказаны и будут сделаны только для калибри узкие крышки на 18 6 мы закажем при следующем заказе партии старта сейчас пока ну когда мы к этому пришли старт уже был в работе просто мы не могли заказать то есть это закуп материала перестройка оборудования перестройка графика там короче много всяких нюансов которые нам помешали это сделать но несомненно следующую партию мы закажем эти крышки для калибри заказано сто штук сколько и заказывать для старта я хз мы видимо закажем побольше может там штук 200 ну вот как то так с этим дела обстоят что же касается старта то ребят я но в при великим прям удовольствие хочу вам сказать что реал его существования распространяется становится все шире и шире и шире и шире еще до всяких выходов реальных продаж до бугор только из-за того что вот с канала идет какое-то вещание уже люди из-за рубежа знали о старте и кто-то покупал но только русскоговорящие потому что канал вещает на 28 стран то есть в 28 странах живут наши парни которые говорят по-русски понимают по-русски то есть вот он уже как-то там за рубеж вырывался но после того как один шальной итальянец ну хорошая ну и в хорошем смысле сам приобрел и сам сделал обзор но конечно же проснулась итальянская диаспора и она и дал ломать ворота фон лайк и там разносить все нафиг дайте мне дайте мне 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 два и вот в италию как-то все это ломанулась но тут настал очередь забугорных всех обзорщиков те 9 которым было разослано плюс там еще на форума первый сказал свое слово кэви шотландия и тут пошел маленький взрыв что будет после того как расскажут свои впечатления все остальные хорошие плохие не знаю ребят будем ждать я подписан мы все подписаны ну вот наша команда подписана на эти каналы и ждем там все выйдет что скажет там когда чё да почему вот все это интересно и вот этот ореол распространения хотел вам показать вы его сейчас только что видели по сути вся наша работа наверно сводится к тому что из разряда народного творчества но по сути так оно есть но чем могут команда этих как его ну кто в одном направлении единомышленников он собрались и стали его выпускать и из народного творчества постепенно потихоньку потихоньку мы переходим в какой-то другой разряд разряд чего я еще не знаю может быть со временем это перерастет какое-то мощное производство может быть это со временем так на артизанском уровне останется я не знаю не хочу загадывать очень хочется конечно же перерасти в разряд производства и стать такими же бизонами как но я на тайм леса и базы ти и прочие другие ребята вот перед которыми я снимаю шляпу уважаю молодцы хорошая работа многие многие другие но все это начиналось с народного творчества а народное творчество уже где-где у нас то на руси ребята но она сильно ни для кого не секрет что вот наша молодежь который сейчас подрастает она города лучше разбирается во всех этих социальных сетях во всех этих компьютерах шмутерах смартфонов мафонах то есть они делают вкратно больше чем можем и понимаем мы сопле малолетней который еще и говорить то не научилась дай телефон она тебе там такого наворочивает что ты еще и слыхать ты об этом не слыхивал и хрен бы когда допер а он уже может но вот один из таких примеров народного творчества первый раз я столкнулся это в бывшей нашей группе которая сейчас откололась переименовалась решила существовать самостоятельно я на это за них зла не держу но было бы лучше если по не вообще стали самостоятельными потому что адрес телеграме до сих пор еще мой хом лайковский хом лайковский хом лайк шарин если уж отделились то пускай отделяют все полностью это мое вам пожелание ребят там я впервые с этим столкнулся это вот стикер или как это называется ну по приколу конечно по приколу балдежно и интересно то есть могут же люди могут а второе народное творчество которое меня поразило это мне совсем недавно скинули это имеет уши произрастает корни в два час ребята когда впервые увидел вот эту картинку пропитанную добродушным стебом я понял что нас не победить нифига потому что ну я не знаю та же самая техасская бензопила 16 или какой-то мне сейчас номер она выкосила бы нафиг всю улицу вязов от зависти и фредди крюгер удавился бы на собственных когтях посмотрев на это там голливуд работал а здесь какие-то наши пацаны простые обыкновенные на коленке своя ли но вы посмотрите да мне кажется весь голливуд должен просто застрелиться встать в улице и спрятаться в угол и не дышать по сравнению с тем что могут наши чтобы как-то перевести кто-то с картового вот это бы энергия до доброе русло вот чтобы как-то все это перевести в это доброе русло и в нашем коллективе родилась идея а чё бы нам конкурс розыгрыш или как это еще называется конкурс конкурс не организовать так вот начиная с сегодняшнего дня я этот розыгрыш конкурс прошу прощения и объявляю все желающие кто хочет в нем поучаствовать могут до вторника включительно подать свои работы которые будут сделаны на тему всего лишь двух вещей это канал home like и бритье вот в этой работе должна это быть основная мысль то что вам показалось телеграмма там моему моя это физия светятся ребята это не обязательно если будет не страшно но если не будет это не не обязательное условие home like бритье вот обязательное условие так вот все ваши работы вы можете подать специальный раздел в к нам он на нашей странице ссылку найдете в описании под видео до вторника кто же стесняется в к или по каким-либо другим причинам там ли религия запрещает или принципы свои ребята вы можете подать свои заявки свои работы по вот этому адресу это адрес наш официальный нашего магазина то есть вот по почте просто раз отправили да и все все это будет приниматься до вторника включительно вторник как выйдет еще одно видео по бритью ну как правило это где-то ну в 17 00 по москве все заявки будут остановлены ну или там 00 по москве ну и важно короче вторник это край в среду уже приниматься ничего не будет и на следующие выходные когда выйдет следующее бритье я объявлю победители потому что они будут скажем так вырабатываться вами же то есть там я не знаю голосовал калика все это там в описании под видео все это увидите победители будут определяться вашими голосами вы будете определять лучшие работы и первая тройка первая тройка она будет отмечена нашими призами какими победитель который займет первое место за которого проголосует наибольшее количество голосов в той голосовалке которая будет в теме в к получит ручку воевода из титана но ему придется выбирать между полированный титан или сатинированный человек же занявший второе место он получит нержавеющую ручку из 316 стали это же воевода но ему тоже придется выбирать между полированный или сатинированный человек же занявший третье место тоже получит ручку воевода но ему тоже придется выбирать как и первым двум. Но уже на этот раз между бронзой и медью. Что вы выберете? Решаете только вы сами. То, что выберет занявшие первое место, он и получит. То, что занявшие второе и третье места повыбирают, то они и получат. Вот, ребята, вот такой маленький мини-конкурс мы решили организовать. Куда потом пойдут эти картинки, я не знаю. Скорее всего, мы их оставим в группе где-нибудь на видном месте, чтобы все видели, как наши умеют на коленке, а кто и не на коленке, из говна лепить конфетку, из какой-то палки сделать какой-то сложный инструмент, из какого-то гвоздя согнуть такой Финди-Боббер, что Кулибин бы стал бы и сказал, ну, блин, мои внуки делали. Вот такое. Ну, а про Голливуд и про все их нано-машину я уже говорил, они бы просто от зависти загнулись. Так что вот такое наше предложение. Кто хочет поучаствовать, до вторника включительно ждем ваши работы. Или в ВК, или по тому почтовому адресу, который вот сейчас вы еще раз видите на экране или под любым видео, в описании под видео можете найти. Вот такое вот наше предложение. Ну, а теперь, чего тянуть, пошли бриться. Догоняйте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!